Дмитрий Эдуардович, здравствуйте! Первый вопрос касается сегодняшней рабочей встречи с руководством республики. При откройте для нас завесу тайны, что будете обсуждать с региональными властями? Практика работы республиканского правительства состоит в том, что правительство заключает инвестиционные соглашения с наиболее крупными компаниями, которые работают на территории республики. Дальневосточная энергетическая управляющая компания не является исключением. Несколько лет назад было подписано такое соглашение, которое, с одной стороны, является для компании очень серьезным инструментом и аргументом для работы с федеральными органами власти, с другой, является абсолютно рабочей программой, в соответствии с которой компания строит свою инвестиционную операционную деятельность на территории республики. И пришло время посмотреть на итоги выполнения этого соглашения, обсудить те результаты, которые достигла компания на территории Якутии и наметить базовые ориентиры на ближайшие 3-4 года. Поэтому первый вопрос, который будет обсужден, это итоги исполнения соглашения о сотрудничестве между компанией и республикой Саха-Якутия, обозначение главных направлений актуализации такого соглашения и достижение договоренности, что аналогичное соглашение будет подписано либо на Восточном экономическом форуме в сентябре этого года, либо на Санкт-Петербургском экономическом форуме. И одним из ключевых вопросов предстоящей встречи, это вопрос о реализации проекта по обеспечению внешнего энергоснабжения на Кынской группе месторождений, которые разрабатываются акционерной компанией «Алроса». Мы год назад во Владивостоке договорились о том, что корпорация по развитию республики, наша компания «Алроса», российское энергетическое агентство проработают модель финансовую и сформируют бизнес-план, который позволит убедить потребителя в лице компании «Алроса» подать заявку на внешнее энергоснабжение и за счет ресурсов потребителя, за счет ресурсов компании, возможно, за счет ресурсов федерального бюджета и бюджета республики реализовать этот проект, который позволит, с одной стороны, обеспечить надежное энергоснабжение добывающих предприятий, а с другой стороны, решить ряд сопутствующих задач социального характера, в частности, обеспечение надежного энергоснабжения НЮРБы. Давайте все-таки обратимся к цифрам. С 2009 года по настоящее время объем инвестиций Дальневосточной энергетической управляющей компании в строительство и реконструкцию электросетевых объектов в Якутии превысил 43 миллиарда рублей. Внушительная цифра. Каких результатов для экономики региона все-таки удалось добиться и к чему привело появление новых высоковольтных линий электропередачи? Да, действительно, Александр. Объем инвестиций превысил уже 44 миллиарда рублей. На территории республики построено 1987 километров воздушных высоковольтных линий. Введено в действие 5 подстанций суммарной мощностью 580 мегавольт ампер. Это с учетом того расширения, которое мы провели в прошлом году. И в результате архитектура энергосистемы Якутии радикальным образом изменилась. В прошлом году западный энергорайон Якутия фактически вошел в единую энергосистему Российской Федерации. За счет введенной линии осуществляется передача мощности уже не только на территорию Якутии, но и на территорию Иркутской области, в частности Бадайбинского района, который традиционно относился к регионам с высокими рисками нарушения энергоснабжения. Благодаря вводу этой линии сейчас стоит вопрос, чтобы север Иркутской области был исключен из этой зоны риска. Благодаря построенной линии работает трубопроводная система «Восточная Сибирь-Тихий океан». Поэтому создание новых объектов энергетической инфраструктуры на территории республики с одной стороны влияет на надежность работы этой энергосистемы, во-вторых, создает предпосылки для появления здесь новых производств. И эта задача не закончена. Мы намерены в этом году реализовать еще один крупный проект, связанный уже с обеспечением внешнего энергоснабжения «Силы Сибири». Мы построим в интересах «Газпрома» две подстанции на территории республики Саха-Якутия. Это подстанция Салдыкельская и подстанция Олегминская. Проведем реконструкцию действующих подстанций. И таким образом на решение этих задачек суммарно будет направлено более 3 миллиардов рублей в течение ближайших полутора лет. А вот вы говорите о проектах, которыми сейчас занимается компания, которые в ближайшее время собираетесь заняться реконструкцией, модернизацией, так или иначе. А какие еще проекты компания собирается инвестировать в ближайшие годы? Есть ли долгосрочные, допустим, планы? Конечно, дело в том, что компания осуществляет свою деятельность не только на территории республики. Мы реализуем крупные инвестиционные проекты на территории Колымы в Магаданской области. Несколько лет назад мы ввели там линию «Центральная Сокол-Палатка». Сейчас у нас новый вводной объект «Аратукан-Палатка Центральная», что обеспечит передачу мощности от каскада колымских ГЭС на новые предприятия, которые там появляются в Яноколымской золоторудной провинции. Значительные инвестиции осуществляются на территории Приморского края, где расположена значительная часть наших активов. В частности, это объекты генерации, которые обеспечивают теплом, электроэнергией, остров Русский, иные объекты инфраструктуры. Но у компании есть один принцип. Все деньги, которые зарабатываются на территории определенного объекта, на который начисляется амортизация, они должны быть возвращены на территорию именно этого субъекта Российской Федерации, на который, собственно, эти деньги заработаны. Вот по такому принципу ровно мы работаем в Якутии. По перспективным проектам, о которых вы говорите, один уже из них совершенно очевиден. Это обеспечение внешнего энергоснабжения Чаиндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Мы получили заявку от Газпрома на технологическое присоединение данного объекта. Рассчитываем в этом году провести скоординированную работу с правительством республики Саха-Якутия, с Якутской энерго, с федеральной сетевой компанией и начать реализацию этого проекта уже в следующем году. Это дополнительные 100 мегаватт передаваемой мощности от каскада ГЭС якутских. Это новые подстанции, это новые линии. И общий объем инвестиций, на который мы, собственно, рассчитываем и который мы предполагаем направить в развитие энергетической инфраструктуры, превысит 5 миллиардов рублей. Дмитрий Эдуардович, извините, что перебываю. Хочется еще спросить, времени не так много остается. По вашему мнению, когда произойдет большое окончательное энергетическое объединение изолированной Якутии с энергосистемами Востока и Сибири, вы сейчас сказали, что в принципе процесс идет, мы уже объединились, дошли до Иркутска, до Иркутской области. Как вы можете оценить эффект от этого объединения для потребителей и поможет ли это избежать аварий, которые мы наблюдали прошлой осенью в Якутске? Фактически, объединение западного энергорайона с УС Востока и УС Сибири свершилось. То есть, по проводам якутская электроэнергия попадает и в УС Востока, и в УС Сибири. Сейчас речь идет о неких формальных и технологических настроечных вещах, которые сейчас осуществляются. То есть, правительство Российской Федерации разработало специальную дорожную карту по синхронизации работы западного энергорайона Якутии с УС Сибири и УС Востока. После этого, после реализации этих мероприятий, будут выпущены соответствующие нормативные документы, в соответствии с которым сети высокого напряжения, которые расположены в западном энергорайоне, будут отнесены к единой национальной электрической сети. Это означает, что в западном энергорайоне появляется рынок электроэнергии и мощности. И этот энергорайон начинает жить по правилам, по которым живет вся страна в пределах единой национальной электрической сети. Это оптовый рынок мощности, это оптовый рынок электроэнергии, и это возможность приобретения электроэнергии на рыночных принципах. Есть вторая проблема – центральный энергорайон. Наши коллеги из федеральной сетевой компании в течение этого года намерены ввести в эксплуатацию линию Томот-Майя, что позволит включить центральный энергорайон, уже отнести его к УС Востока. Далее существует еще одна задача, которую мы обсуждаем. Это объединение центрального и западного энергорайона. Хорошо, Дмитрий Эдуардович, спасибо. Это была программа «Актуальное интервью».